ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В скором времени наказания для пьяных водителей в России могут ужесточить. Штраф в 50 тысяч рублей и лишение прав до трёх лет будут грозить нетрезвым шофёрам, которые перевозят ребёнка, детей. Такой нормой власти хотят дополнить новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях. Кроме прочего, там может появиться пункт, предусматривающий лишение водительского удостоверения на срок от одного года до полутора лет за три грубых нарушения ПДД в течение года. ТРАССА 101 Самой распространённой технической неисправностью, из-за которой водители попадают в ДТП, либо она выступает сопутствующим фактором, являются проблемы с шинами, информирует ГИБДД. Имеется в виду установка на одну ось разных покрышек или применение одновременно шипованной и не шипованной резины. На втором месте находятся неисправные внешние световые приборы. На третьем – чрезмерная тонировка. Также госавтоинспекция указывает на прямую связь, степени износа шин и тяжести последствий аварии. ТРАССА 101 Всё дорожает, и гаражи тоже. Они, информирует газета РУ, за последний год прибавили в цене в среднем около 10%. Показатель в два с лишним раза больше и продемонстрировала Москва. В северных регионах страны, например, в Якутии и на Ямале, стоимость индивидуальных боксов сравнялась со стоимостью неплохих новых автомобилей. Специалисты говорят, что росту цен поспособствовала гаражная амнистия, заработавшая с 1 сентября этого года. ТРАССА 101 Почти три четверти российских автомобилистов всегда включают указатели поворота. Соответствующий опрос организовал портал Автомейл. Интересно, что процент добросовестных в этом отношении водителей заметно падает, когда речь идет о пустынной дороге или дворовой территории. Там поворотниками не пользуются более трети респондентов. Что касается марок, владельцы которых чаще остальных забывают про рычажок под левой рукой, то в первую тройку вошли Лада, Тойота и Киа. ТРАССА 101 Перед многими из нас однажды встает вопрос оформления наследства на автомобиль. Все процедуры необходимо осуществить в соответствии с законом. Подробнее об этом расскажет руководитель отдела транспорта компании «Экскон» Константин Кузнецов. Наша компания предоставляет услуги по оценке автомобиля для наследования данного транспортного средства. Здесь необходимо предоставить документы, тот, кто вступает в наследство, и документы на автомобиль. Даже в данном случае автомобиль не обязательно осматривать. Можно сделать это и без осмотра, потому что бывает, что невозможно автомобиль показать. Делаем документы, которые требует нотариус, и после этого человек спокойно вступает в наследство. Занимает по времени больше трех дней, я еще ни разу не держу. Компания «Экскон» находится в Кирове по адресу улица Карла Липкнихта, 13. Телефон горячей линии 73-50-50. Сайт ex-defiscon.ru На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101 Дима. Трасса 101 Продолжение следует...